Несогласованный с Белым домом визит в США Бенемин Нетаньягу шокировал американскую политическую элиту, то есть достиг своей цели. Израильскому премьеру дали шанс, от которого любой здравомыслящий политик не мог бы отказаться, выступить с высочайшей трибуны могущественной державы за две недели до собственных выборов и высказаться на самую болезненную тему для своей страны и для себя лично. Но в Вашингтоне Нетаньягу сыграл и эпизодическую роль в большой политической драме между новым республиканским конгрессом и демократическим Белым домом бушуют страсти шекспировского масштаба. За кулисы политического театра взглянул Роман Мамонов. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, Владимир. Надо признать, конец недели в Вашингтоне выдался достаточно тихим. Смолкли политические залпы между Белым домом и Конгрессом. То ли очередной снежный шторм охладил самые горячие головы, то ли стороны просто перегруппировывают силы перед новым сражением. Надо признать, с начала марта выдалось жарким, но не в метеорологическом, а в метафорическом смысле. И последние события показали, сколь высокие ставки готовы сделать наиболее радикальные республиканцы с одной стороны и Обама с товарищей с другой. Очевидным проигрышем для президента стала все-таки состоявшаяся речь Бениамина Нетаньягу в Конгрессе. Мы подробно рассказывали об этом в эфире. Республиканцы, а именно они через спикера Джона Бейнера пригласили израильского премьера на Капитолийский холм, могут праздновать победу. Они смогли обойти Обаму и Белый дом, показав, кто в доме, по крайней мере, на Капитолии, хозяин. И поставили под угрозу едва ли не главный внешнеполитический проект второго срока Обамы, историческую сделку с Ираном. Будем объективны, когда в центре политической жизни США звучат такие слова, пусть и от заезжего иностранного лидера, это не добавляет уверенности американским переговорщикам в Женере. Эта сделка будет иметь серьезные последствия. Во-первых, она позволит Ирану сохранить широкую ядерную программу. Во-вторых, ослабит ограничения на эту программу на 10 лет. И вот почему это плохо. Это не остановит Иран от создания бомбы, это, напротив, откроет путь для Ирана к созданию бомбы. Сделка, которая должна предотвратить распространение ядерного оружия, лишь спровоцирует гонку ядерных вооружений в самой опасной части планеты. Эта сделка не говорит «прощай оружие», она говорит «прощай контролю за вооружениями». Владимир, давайте будем честны. Американская политика — это в том числе телевизионное шоу. И тут республиканцы, конечно, смогли одержать убедительную победу. Что увидели зрители? Думаете, пустые места тех демократов, кто решил объявить бойкот? Как бы не так. Зритель стал свидетелем триумфа. Овацией. И снова овацией. И снова овацией. В общей сложности они звучали почти три десятка раз. И полные ряды увидел зритель. Включая лидеров демократов Гарри Рида и плачущую Нэнси Пелоси. Израиль для американской политики — священные коровы и источник пожертвований. Так что даже большинство демократов ясно дали понять, что не готовы жертвовать ею ради собственного президента и гипотетической сделки с Тегераном. Но, правда, не считай же успехом демарш 50 демократов и хилые протесты у стен Конгресса. Более того, не успело еще стихнуть эхо под куполом зала Палаты представителей, как республиканцы решили закрепить успех и больше еще насолить президенту и поставить под угрозу сделку с Ираном. Сегодня я внес законопроект, который требует от президента направить любую сделку с Ираном на утверждение Конгресса. Этот документ будет обсуждаться в Сенате на следующей неделе. Мы уверены, что законопроект позволит удержать Белый дом от заключения плохой сделки с Ираном. А если это все-таки произойдет, то Конгресс сможет вмешаться. Обсуждать законопроект, который обяжет Обаму получить согласие Конгресса на сделку с Ираном на капитале будут на следующей неделе. Владимир. Роман, но ведь президент победил в другом вопросе о финансировании Министерства внутренней безопасности, который республиканцы хотели сорвать в отметку за указы о легализации иммигрантов. Владимир, вы безусловно правы. Причем, заметьте, как республиканцы все провернули. Джон Бейнер, который 7 недель отказывался от каких-либо компромиссов, вдруг решил поставить на голосование законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности без ограничений и запретов, связанных с выполнением иммиграционных указов Обамы. Голосование состоялось в тот же вторник, что и выступление Нетаньяго. То есть республиканцы, чьи рейтинги серьезно пострадали из-за угрозы очередного шатдауна или частичного закрытия правительства, воспользовались выгодным моментом. Смотрите, они ведь долго доказывали на камеры свою готовность воевать в окопах против иммиграционной реформы Обамы. А потом, когда внимание переключилось, тихо замяли тему. И те самые 5 миллионов нелегалов станут легальными. Ну и лично я удивлен, что Обама не воспользовался этой ситуацией, чтобы уколоть оппонентов. Причем даже сказал им спасибо. Я хочу поблагодарить членов Конгресса за принятие закона, который позволит нам финансировать важную работу сотрудников Министерства внутренней безопасности. Они охраняют наш покой каждый день. И мы хотим, чтобы у них были все ресурсы для этого. Впрочем, сдается мне, Владимир, что нынешний затишь, оно на самом деле временно, и республиканцы явно готовятся к новым битвам. Не будем забывать, что на этой неделе Верховный суд слушал дело о законности Обама Кир, медицинской реформы Барака Обамы. И, по мнению экспертов, у республиканцев есть высокие шансы на то, чтобы победить. А значит, миллионы американцев останутся без страховок и винить в этом будут именно Обаму и его команду, которые написали плохой закон. В то же время, тот же самый Верховный суд может исполнить давнюю мечту президента. И в апреле будет слушаться дело об узаконивании однополых браков по всей стране. А это будет означать поражение консервативных республиканцев. Так что в борьбе за политические очки лидер, конечно, еще далеко не определен. Владимир. Большое спасибо, Роман.